Добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Сегодняшнее видео хотелось бы посвятить вопросу, в принципе, как стать акционером, потому что я не знаю, откуда это взялось, у людей ощущение, что это очень сложно, что это непонятно, что я этого не смогу, и я бы хотел развенчать какие-то определенные мифы, просто рассказать, как это работает, как это устроено, то есть, что такое акционерное общество, кто такой акционер, какими преимуществами, недостатками обладает эта форма владения, как покупать акции и почему таким образом это устроено. То есть, если вы не новичок, наверное, это видео может вам быть неинтересно, если вы уже покупаете акции. Это видео посвящено исключительно тем людям, кто задумывается над тем, что я хочу быть акционером, насколько это сложно, насколько это понятно и каким образом это, в принципе, можно сделать. Смотрите данное видео до конца, если вы новичок в инвестициях и хотите разбираться в вопросах инфраструктуры владения акционерным капиталом. Кто такой акционер, каким образом осуществляется покупка акций и для чего это непосредственно осуществляется. Акционерное общество, то есть вообще деятельность на рынке ценных бумаг в России регулируется законом об акционерных обществах. Акционерное общество это одна из форм образования юридического лица. То есть у нас, если мы говорим о формах образования юридического лица, у нас может быть общество с ограниченной ответственностью. Я говорю про популярные, не все, а про популярные. Это общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество. Акционерное общество могут быть закрытыми, акционерное общество могут быть открытыми. Появилось еще понятие публичное акционерное общество, ПАО так называемое. Что это такое и откуда это взялось? Вообще история создания акционерных обществ, долевых участий, в чем его суть? В том, что в 16-17 веках, когда начали развиваться капитализм, когда победа буржуазной революции в Нидерландах произошла в Голландии, начали создаваться акционерные общества. Это было одним из инноваций того времени, это было одной из историй, которая позволила Голландии очень серьезно вырваться в мировые лидеры, занять мировое господство на исторической арене. Когда устинская компания голландская в своем превосходстве победила Испанию, и когда Англия была на посылках у Голландии, и когда об Америке еще речи как такового не шло. И как раз-таки отрыв, то есть занятие позиции мирового гегемона Голландии позволило именно одной из нау-хау, это создание акционерных обществ. Когда несколько людей, обычно купцов, объединяли, складывали свои капиталы, чтобы организовать какую-то экспедицию. Экспедиции были очень выгодные, экспедиции были очень доходные, когда возили пряности из Азии, но при этом было связано со значительными рисками. И пиратство, и конвоя, который непосредственно ходил, ну то есть непосредственно караваны морские, которые шли. Собрать свой собственный флот, небольшой, было достаточно затратным делом, и рисков было много. И человек или мог очень сильно разбогатеть, или мог все потерять. Одно дело, когда ты отправляешь одно судно, и другое дело, когда у тебя может в рамках единого каравана, да, идти 10 судов. И логистические издержки, и расходы, которые ты несешь в этом случае, можно было снизить. И именно началось создание таких акционерных обществ, когда несколько людей становится учредителем одного общества, а это общество владеет флотом определенным. Ну то есть устынская компания разрослась и собственная флотилия, и собственные вооруженные силы, то есть все было свое собственное. И поэтому основная причина, основной ноу-хау заключается в том, что ты не рискуешь всем своим капиталом, организуя предпринимательскую деятельность, а ты можешь часть капитала вложить и получать прибыль от этого. Можешь даже не участвовать в текущей операционной деятельности, можешь сам не организовывать это, ты можешь просто стать инвестором, то есть ты передаешь деньги, тебе не гарантируют никакой доходности, но говорят, если мы заработаем прибыль, ту часть денег, которую ты вложил в наше общее дело, на эту часть прибыли ты получишь дивиденды, ты получишь определенный доход. И соответственно есть общество с ограниченной ответственностью, они как правило не публичные, но чтобы стать доступным неограниченному кругу лиц, чтобы торговаться на бирже, общество должно быть акционерным, это первое. Поэтому мы не рассматриваем здесь ООО. Второе, помимо того, что общество должно быть акционером, бывает закрытое акционерное общество, бывает открытое акционерное общество, закрытое акционерное общество это ограниченный круг инвесторов, И там идут сложности с продажей доли своих акций, которыми владеешь. В открытом акционерном обществе таких ограничений нет. Это как бы вторая такая специфика. Третья специфика, когда мы говорим о том, чтобы покупать акции на бирже. Что такое биржа, для чего она возникла, почему она возникла, да, и какие участники здесь есть. Биржа возникла для того, чтобы обеспечить вторичный оборот долей, которыми владеют акционеры. То есть создали акционерное общество. Каждый человек, ну сказали, у нас уставный капитал будет 1 миллион. Один акционер вносит 100 тысяч, другой акционер вносит 200 тысяч, третий акционер вносит 500 тысяч, четвертый акционер вносит еще 200 тысяч. И говорят, у нас будет уставный капитал 1 миллион рублей, распределение будет 1 миллион акций по 1 рублю. И, соответственно, человек он перевел в уставный фонд акционерного общества 100 тысяч рублей, стал владельцем 100 тысяч акций. Другой внес 500 тысяч рублей, стал владельцем 500 тысяч акций. И у каждого количество акций, которые есть, соответственно, он ими владеет. Акционерное общество заработало по итогам года 100 тысяч рублей чистой прибыли, которая направляется на выплату дивидендов. Соответственно, что получается? У нас 1 миллион акций, 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей делится на миллион акций. Мы понимаем, сколько прибыли приходится на каждую акцию. Умножаем количество акций, которыми мы владеем, на размер прибыли, приходящейся на одну акцию. И таким образом понимаем, какой размер дивидендов будет у каждого акционера. Это, соответственно, каким образом это работает. Теперь про листинг, про биржу, да, то есть каким образом это организуется. Если общество, число акционеров до 50 человек, оно может самостоятельно учитывать владельцев, то есть должно быть выделено в отдельное направление деятельности, акционерное общество может самостоятельно вести реестр владельцев, потому что владелец, первоначальные наши четыре владельца, про которых мы говорили, они могут продавать акции. Ну, один может продать, ему машину нужно купить, он хочет часть акций своих продать, другой, наоборот, хочет купить. И, соответственно, происходит переход права, то есть нужно зарегистрировать то, что один человек продал, а другой человек купил. То есть смена права собственности, каким образом происходит. И это называется регистраторская деятельность, деятельность по ведению реестра акционеров, которая осуществляется до 50 акционеров. Акционерными обществами внутри себя более 50 человек, если акционеров, согласно законодательству, должно быть передано на учет независимому регистратору. Отдельная лицензируемая деятельность, это профессиональная деятельность участников рынка ценных бумаг, это регистратор, который непосредственно учитывает права акционеров. Появляется регистратор, отдельное лицо, к которому приходят собственники акций, говорят, вот договор купли-продажи акций, вот я продаю такое количество акций, вот этому человеку, вот по такой цене, по просьбе сделать смену владельца. И регистратор делает рейлейт-запись на основании договора купли-продажи, делает запись о смене права собственности. Один акционер уменьшил количество владения, другой акционер увеличил, или стал новым акционером, данные которого вносятся в регистратор. Таким образом осуществляется учет прав по ценным бумагам по акциям. Но у нас есть биржа, и на бирже может получиться таким образом, что в течение одного дня акция может поменять собственника до 1000 раз. Ну спекулянты есть, скальперы, они покупают, акции продают, покупают, продают. Если каждую запись передавать регистратору, чтобы он соответственно менял каждый раз собственника, регистратор замучается это делать. И соответственно, чтобы такого не было, если акции торгуются на бирже, то в регистраторе делается отдельная запись, что 50% общего пула акций, которые есть у этого акционерного общества, они торгуются там на бирже. Запись идет на счет номинального держателя. Номинальным держателем является биржа. И у биржи, соответственно, есть счет ДПО, на котором вот эти акции обращаются. И регистратор, поэтому, он не делает передатечные надписи, он говорит, ребят, вот 20% акций находятся в свободном обращении, находятся на бирже. Кто конкретный собственник на определенную дату, мы не знаем. Это дело биржи. То есть, на эти 20% должна быть такая доля дивидендов выплачена. Вот, пожалуйста, получите и распишитесь. Эти деньги приходят на биржу, а биржа уже в рамках своего депозитария, она понимает на определенную дату, кто конкретно является собственником. То есть, биржа является организованным рынком, на котором происходят сделки купли-продажи. Биржа – своя инфраструктура. Есть депозитарий биржи, где хранятся все такого рода ценные бумаги, торгующиеся на бирже. Как это осуществляется? Есть депозитарий биржи. И у депозитарий биржи есть брокеры. Подходим к тому, что мы все слышали, что мы все видели. Кто такие брокеры? Это специальные, специализированные участники, сертифицированные, лицензированные участники профессиональной рынка ценных бумаг, у которых есть инфраструктура, у которой есть специалисты квалифицированные, которые занимаются профессиональной деятельностью. По сути, брокер – это профессиональное юридическое лицо, которое на гражданском правовом договоре комиссии осуществляет операции на рынке ценных бумаг. То есть вы можете двумя способами купить акции. Первое – вы знаете конкретного человека, у которого есть акции. Сидите в бане, человек говорит, у меня есть акции «Газпром». Ты говоришь, давай куплю. Он их купил мне на бирже, они у него приватизации достались. Соответственно, вдвоем приезжаем к регистратору, приносим договор купли-продажи, приносим свои анкетные данные, регистратор делает запись, открывает новый счет для нового владельца и переводит на ценные бумаги. Это прямое владение, если акции «Газпрома» куплены по приватизации. Первая схема. Вторая схема – вы никого не ищете, вам вообще без разницы, кто вам продаст. Вы приходите на биржу, открываете брокерский счет, на брокерский счет заводите денежные средства. И на бирже есть организованный рынок, на котором все желающие продать акции «Газпрома» выставляют свои заявки, по какой они готовы продать. Вы или соглашаетесь на эту заявку и покупаете по рыночной цене, то есть вам без разницы, по какой цене купить, вы просто хотите купить акции «Газпрома». Вы покупаете акции. Второй – вы можете выставить собственную заявку, по какой цене вы готовы купить. То есть это называется принцип двойного встречного аукциона, где продавцы выставляют, какое количество акций, по какой цене они готовы продать. Есть покупатели, которые выставляют заявки, по какой цене они готовы купить. И когда схлопывается, когда находится вот этот вот по законам рыночных спрос и предложения, находится баланс, что покупатель готов по этой цене купить, а продавец готов по этой цене продать, сделка автоматически завершается и рассчитывается. И это учитывает биржа, это учитывает брокер. И все расчеты таким образом происходят. Это самый удобный способ. Что для этого нужно? Для этого нужно просто открыть брокерский счет в любого брокера. Кстати, как выбрать брокер, у нас есть отдельное видео, вот здесь вот ошибки при выборе брокера. Можете посмотреть и исходя из обратного, вы можете понять, каким образом подбирать брокера. У брокера открываете брокерский счет, заводите денежные средства и в этом случае всю схему я вам постарался описать. Данная схема предполагает из-за того, что деятельность очень сильно регулируется законодательно. Во-первых, лицензируется, контролируется, управляется деятельность брокерская, работы брокеров. Это раз. Второе. Регистрируется, управляется, лицензируется деятельность по ведению реестра владельца ценных бумаг. То есть это делает независимый регистратор. Из-за того, что деятельность зарегулирована очень сильно, то прецедентов, связанных с тем, что на бирже терялись деньги, такого не бывает. Из-за того, что вы заводите денежные средства, на эти денежные средства покупаете акции, акции у вас хранятся на счете депо брокером. Брокер имеет свой счет депо в депозитарии биржи. И, соответственно, вот акции, они как были в депозитарии биржи, они так и остаются в депозитарии биржи. Биржа осуществляет клиринг и расчеты. Брокеры гарантируют. Что брокеры гарантируют? Если вы являетесь покупателем, то они гарантируют на бирже, что у вас достаточно денег для того, чтобы купить. И они гарантируют исполнение обязательств по переводу денежных средств. А другой брокер, который является брокером продавца, он гарантирует, что у продавца ценные бумаги есть эти ценные бумаги. И, соответственно, происходит клиринг-расчет. Деньги с вашего счета списываются. Одновременно списываются ценные бумаги со счетом продавца. Поступают к вам на счет, а к продавцу поступают деньги. То есть вот эта деятельность регулируется. А из-за того, что фактического места хранения акции не теряют, они хранятся в депозитарии биржи. А депозитарий биржи передает информацию регистратору, то, соответственно, самого физического перемещения ценных бумаг практически не происходит. И поэтому говорить о том, что там ваши ценные бумаги кто-то украдет, куда-то переведет, не приходится. Прецедентов таких, в принципе, в российском праве пока что не было. Таким образом, я рассказал инфраструктуру, каким образом и почему создавались акционерные общества. Как это сейчас выглядит в России, наиболее доступный способ это открытие брокерского счета у обычного брокера-комиссионера, потому что физические лица не обладают значительными капиталами. Просто есть еще брокеры, у которых бизнес-модель не брокера-комиссионера, а брокера-дилера. Когда крупный игрок, как правило, это фонды, это страховые компании, это не государственные пенсионные фонды, когда им нужно купить, ну, очень много акций, да, то есть приходит заявка, я не знаю, купить 5% акций «Газпрома» или там 3% акций «Сбербанка». Это очень большая заявка на покупку, и поэтому здесь уже другие принципы начинают работать. Если же мы говорим о работе физических лиц с небольшими счетами, там, счета до 100-200 миллионов рублей, спокойно перевариваются брокерами-комиссионерами, никаких проблем в покупке акций на такие объемы не возникает, если это, опять-таки, не какой-нибудь глубокий второй-третий эшелон, то это брокеры-комиссионеры, которые берут свою небольшую комиссию, есть комиссия биржи, есть комиссия брокера, комиссия оборотная, комиссия депозитарная, которую брокеры непосредственно взимают, которые работают от имени и за счет клиента, да, вот по этому договору работают брокерские компании, которые в интересах клиента выполняют сделки, осуществляют, гарантируют расчеты по сделкам. Все достаточно просто, открываете брокерский счет, покупаете бумаги, бумаги покупаются лоты. В среднем на российском рынке лот составляет где-то от полутора до пяти тысяч рублей, то есть если акция стоит, я не знаю, там, 10 копеек, то вы не будете покупать одну акцию, да, то есть будет так называемый лот, что в лоте, например, там, не знаю, пять тысяч бумаг, да, вот минимальный лот «Газпрома», например, 10 акций, минимальный лот «Сбербанка» 10 акций. Несмотря на то, что одна акция может стоить там 150-160 рублей, вы за 150-160 рублей сделку не проведете, то есть вы будете торговать лотами. Это тоже очень важно учитывать, когда вы торгуете, да, что вы покупаете лотами. В среднем один лот, вот я говорю, где-то от полутора до пяти тысяч рублей. Бывают отдельные акции, которые просто стоят дорого. Я не знаю, ГМК «Норильский никель», «Транснефть привилегированные», да, то есть одна акция просто вот сама по себе может стоить дорого. Тогда компания делает дробление, как это было с акциями «Сбербанка», да, то есть была одна акция стоимостью 100 тысяч рублей, стала тысяча акций стоимостью 10 тысяч рублей. Как-то вот так вот, да. Цена не изменилась, количество акций стало больше, меньше ли размер лота. Таким вот образом это тоже бывает. Что ж, друзья, если понравилось видео, если для вас стало меньше страхов на пути инвестирования, то напишите комментарии. Если остались нераскрытыми какие-то вопросы, то тоже их задавайте. Ваши вопросы, ваше мнение очень важны. Будет тема для нового видео, как раз таки, чтобы записать. Ну а сейчас у меня на этом все. Традиционно у нас есть подарки для наших подписчиков. Под данным видео забирайте, они периодически обновляются. Будет у вас еще плюс одна ценность в инструментарии работы с личными финансами. У меня сейчас на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok